Что-то точно происходит, если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. Показываю сердечко, второй рукой держу телефон, поэтому не могу. Спасибо за комплимент, да, мне тоже очень нравится цвет. Я не то чтобы часто ношу розовый, но на самом деле его люблю, и я с ним всегда максимально аккуратна. Ну вот сегодня настроение пинки, пинки-пинк. Так, виснет, да, потому что я еду по дороге, по шоссе, по такому красивому, и, видимо, пропадает связь. Более того, я ей регулярно занимаюсь, просто не афиширую это, потому что, мне кажется, это вещь, которую делаешь, которую нужно делать для кого-то, для себя, но не на показ точно. Вообще, кстати, есть такой сайт, блин, забыла, как он называется, но это агрегатор благотворительных фондов. Когда вы вводите благотворительные фонды в любом поисковике, первый сайт, который он вам предлагает, это этот. Там можно настроить автоплатеж, выбрать любой фонд, можно просто настроить автоплатеж, и агрегатор будет распределять ваши пожертвования согласно, в общем, некому автоматическому его личному рассмотрению. Вот, и очень удобно, ты просто привязываешь карту, у тебя ежемесячно списывается какая-то сумма на благотворительность. Это, на самом деле, может любая быть сумма посильная для вас, это может быть 10 рублей, 100 рублей, просто если таких человек, как вы, даже, которые жертвуют там 10 рублей вместе или рубль в день, даже такой рубль в день для нас, для всех, будут тысячи, то это, конечно, уже будет весомая посильная помощь. Поэтому очень советую вам обратить на это внимание. Я вот пока еду, могу поотвечать на ваши вопросы, спасибо за комплименты песни, я тут читала. Хай, Митя. Вот, концерт в Москве. Крылья, это маска такая с крыльями, естественно, я сижу в машине без крыльев, ну так, они есть какие-то эфемерные, наверное, за моей спиной, но они реальные, это просто фильтр. Понимаете? Сейчас могу поменять фильтр. И крылья исчезнут. Вот, 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 вот. Вот, например. Как вам такое? А? Так, вопросики. Когда в Калугу приедешь с концертом? Ребят, не знаю, когда приеду с концертом вообще в любой из городов, потому что, ну, потому что непонятная ситуация с пандемией. Вчерашние концерты были исключением. Там, кстати, ребята, которые были в парке Горького, пробуют разные фильтры, они были, насколько я знаю, они все сдавали тест на ковид, 22 тысячи выпускников, и все, кто там был, как мне сказали, сдавали тесты. Так что, не ругайтесь на меня в комментариях, я видела, писали, а как же пандемия? Пандемия пока не закончилась, и именно поэтому пока нет официальных концертов никаких. Так что пока ничего не могу сказать ни про Калугу, ни про какой-либо другой город. Юлианова очень грамотная, общаетесь далеко не так, как многие из артистов. Спасибо большое, мне очень приятно. Ну, я тоже далеко не всегда грамотная, и достаточно часто, как-то максимально упрощенно разговариваю. Вот, Гродно, Беларусь. Ребят, не буду отвечать про конкретные города, я с удовольствием приеду вообще во все города мира, и тем более Россия. Но когда разрешат, когда будет такая возможность, потому что пока, повторюсь, концертная деятельность официально не разрешена. Это странный фильтр, мне кажется, нет. Это я. Очень странная женщина. Все тиктокеры, которые там были, полные ложки. В смысле, в зале или на сцене? Вы о чем? Зачем же вы так? Не все, далеко не все. Пристегните ремень безопасности. Согласна, нужно, но обычно я не пристегиваю. Я верю водителю. Но не делайте так, как я. Лучше пристегиваться. На заднем тоже нужно пристегиваться. Спасибо, ребят, большое за комплименты. Мне очень приятно. Вот разве что для этого в эфир выхожу. Ну нет, шучу, конечно. Так, отвечаю на очень важный вопрос. Во-первых, спасибо большое. Сколько же вы весите, какой у вас рост? Когда я отвечаю на вопрос, слетают все фильтры. Да хрен с ними. Вешу я 55. Мой рост метр семьдесят. И никто не верит, что я вешу 55 килограмм, потому что я типа выгляжу, многие говорят, худее. Но, может быть, у меня тяжелая гость. Не знаю. Тяжелая? Тяжелая. Слышали, Вика Даймека застряла в Нью-Йорке и очень хочет домой, а не пускает только через Танзанию. Ой, да ладно. Не, насколько я знаю, я переписывалась с Викой. Она действительно в Нью-Йорке. У нее есть билет на один из эвакуационных рейсов. Вот как тебе я это выговорила. И она возвращается. Я не буду говорить да, потому что Вика, мне кажется, если захочет, сама ее озвучит. Но да, она там подостряла. Хотя, вот вы знаете, многие мои знакомые каким-то образом выбираются на Америке. Я, наверное, не очень понимаю, как. Но, наверное, если у тебя там есть какая-то недвижимость, какие-то родственники, может улететь. Но не факт, что легко улететь. Пишут, что я закрываю динамик. Простите. Где мои родители? Мои родители сейчас на даче. За городом. Песню я буду петь сегодня чуть позже на Live & Drive в Лужниках. Юля, как Москва? Москва. Что, я закрываю динамик, да? Мошара. Сорян. Москва шикарная. Вот погода вроде налаживается. Солнышко. Говорят, будут очень теплые выходные. Вообще, Москва для меня, без преувеличения, самый лучший город в мире. Обожаю Москву. Я здесь родилась. Я здесь живу, работаю. И так уж вышло, что в этом году еще и отдыхаю. Не слышно меня говорят. Может быть такое, что наушники подключились, если ты их надел на... Не, вы себе блюдуз отключили. Непонятная ситуация. Сейчас я присмотрю. На эфире. Говорят, да. Слежу, слежу за всеми, ребята. Не, у меня они подключены. Наушники не к тебе. Слышно, 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 слышно. Все написали, что слышно. Все, все слышно. Завалила ангина и выздоравливай. О, Муратаев. Приветики. Как твои дела? Скучаем по нашим вечериночкам магическим. Так, поехали дальше. Спасибо большое. Спасибо за красотку. Спасибо. Ой, случайно. Когда... Ну, ладно. Я, правда, случайно нажала на этот вопрос. Но раз уж он уже нажался, то отвечу. Когда результаты челленджа в ТикТоке? Ну, во-первых, официально он, конечно, стартовал относительно недавно. И он только набирает обороты. Поэтому, я думаю, что не раньше, чем через месяц. Так что, ребятки, у вас есть еще время. Участвуйте. Не забывайте ставить хэштег про любовь. И тогда мы вас увидим и услышим. За лайки и лучшие видосики, самые классные, я буду выкладывать у себя в Инстаграме. В сторис репостить. Спасибо, ребята. Ну, вы меня прям захвалили. Юлька. Юлька, я к тебе еду. Так, ну что, давайте выйдем в прямой эфир сейчас с кем-нибудь. Ну, вот давайте с Муратаевым выйдем. Александр. Давайте. Идем. Волшебник который? Волшебник. Изумрудного. Александр Муратаев, для тех, кто не знает, самый лучший фокусник России. Именно так он себя называет. Не, ну на самом деле мы с ним сидели вместе в жюри. Шоу «Все, кроме обычного». Вместе с жюри или других фокусников. И именно по этой причине, мне кажется, он может называться одним из лучших. Вот уж как там на самом деле, я не знаю. Но он однозначно очень крутой. Не выходит к нам Сашка в эфир. Ну, жаль. Ну, может он в туалете сидит. Пишет нам в эфир. Кто-то, кто ж знает. Не будем тревожить. Пацана. Саша, если ты придумаешь, звони. Давай. Кто машина? Мы сверли, как она с машины обгоняет. Вы видели? Красивая, ладно. Так, ну давайте, вот я даже не знаю, с кем выйти в эфир. Я просто боюсь сейчас выпущу в эфир человечка. А там, а тут, а здесь, а. Давай вот, девчонечка. Погнали. Папа. Привет. Привет, красотка. Как дела? Хорошо. У вас как? У нас неплохо. Ты такая загорелая. Ты где-то на юге? Да. Где? Да. Юлиана Крылова. Где? Кто? Что? Юлиана Крылова. Малышка, мы тебя плохо слышим. Ты пропадаешь. Я вас тоже плохо. Так. Всё. Сорвалось. Со связью что-то было у нас не так. Ну да ладно. Ну вот какой-то вот, 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 вот такой человек. Давайте вот добавим человека. Всегда интересно поболтать с подписчиками. Привет, привет. Привет, привет. Как дела? Рассказывай. Всё отлично, замечательно. Ты как? Я тоже довольно-таки неплохо. Где ты? Что ты? Я из Краснодарского края. Поближе к Краснодару. Из какого города? Краснодар. Ближе к Краснодару. Под Краснодаром живу. А, ну под Краснодаром это как-то называется? Да, это ближе к Станице приравнивается. Как называется-то Станица? Станица называется Станица Паловская. У меня просто бабушка из Краснодарского края, из города, господи, прости, как называется город? Вот, на букву А. Армавир? Армавир, да. Вот, точно. Вот, ну ты знаешь, где-то три часа. Вот у меня, да, у меня там на самом деле очень много родственников, и выяснилось, что блогер такой есть, Рома Каграманов, он тоже из Армавира, и у него там тоже мама живёт, куча родственников. В общем, мы с ним практически родственники. Понятно, куда путь держишь? Еду на концерт. Как у вас там погода, жарище? Ой, у нас безумно жарко, ужасно вообще. Погода резко меняется, то жарко, то холодно, то дождь, но сейчас дождей, конечно, нет. Чем ты занимаешься? Сейчас в отпуске нахожусь. А вообще, по жизни? По жизни я занимаюсь в медицине. Вот, сейчас параллельно, кстати, поступил на психолога в город Краснодар. Поздравляю тебя. А ты уже работаешь по специальности? Да, я работаю уже два года. А какой ты врач, какое тебе направление? Сейчас у меня идёт лечебное дело, фельдшер. А, ну как у вас там ситуация с пандемией, всё ровно? Ты знаешь, сейчас более-менее спокойнее, как бы, у вас там как? Да, у нас, ну вот, есть официальная статистика, а как там на самом деле, я не знаю. Ладно, я тебе желаю хорошего вечера. Тебе тоже. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока-пока. Так, звоним, ребята, Сашке Муратаеву, который тут писал, что он готов. Сейчас мы его найдём. Причесался. Причесался, вышел из туалета. Причку и делал всё. Саш, напиши, пожалуйста, мне в часик, и я тебя найду. А то я не могу тебя найти. А вот, вот же ты. Вот же ты хорошенький. Мы ждём Александра. Александр! Йоу, привет! Привет-привет. Ты в Питере? Слушай, да, я в Питере. У нас погодка не очень. Я не знаю, как у вас. У нас дожди идут, блин, сегодня целый день. И как-то вот за окошком видно, что не очень. Приезжай к нам. Слушай, да я, на самом деле, вот буквально недавно был, на машине приезжали, но буквально на один день я приехал, выступил и вернулся обратно. Должен был тоже быть у Клавы на дне рождения, и выступление не получилось. Буквально вот недавно. Слушай, ну, конечно, не хватало тебя, не было фокусников. Обычно всегда на любом таком дне рождения, знаешь, есть какие-нибудь фокусники. Я больше не хочу, чтобы он мне в голову заказал. Я первая, к кому они подходят теперь, знаешь. Я была на дне рождения у Крида, и просто я еще не успела зайти, ко мне подошли ребята, такие, так, 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 фокус, фокус. И они начинают показывать, и я говорю, а, ну я знаю. И они тут же пугаются и говорят, все, тебе Муратаев все рассказал, да, все рассказал. Ты знаешь, я вот хочу сразу сказать, что мне Саша не слил ни один фокус собака. Я его просила, говорю, расскажи, научи, ничего не показал. Я помню, кстати, на самом деле Юлиана каждый, мне кажется, после каждого фокуса на передаче, как ты это сделал, как он это сделал, все спрашивала. Я умираю, мне хочется все знать. Нет, на самом деле вот в фокусах есть два типа зрителей, скептики и те, которые удивляются. И вот Юлиана, это, наверное, единственный человек, в котором уложилось и то, и то. Ты вроде с одной стороны такая все удивляешься, но такая, но немножко такая со скептизмом. Ну потому что я не люблю, когда меня обманывают. Я понимаю, что это какой-то обман. Ну это же не магия, ну честное слово. Хотя есть удивительные вещи, конечно. Ты в Питер-то в ближайшее время не собираешься? У меня должен был быть концерт в Питере, ну под Питером, но все отменилось. Из-за пандемии все страшно. Из-за пандемии, да? Угу. Ну Питер пока полностью... Так, слушай, ну я хочу тебе сказать, что у меня... Ну у нас с понедельника открывается все. Вот с этого, официально. Пока у нас по концертам в Питере тишина, к сожалению. Я бы с радостью. Покажи фокус, давай. Давай, покажи фокус, давай. Так, слушай, сейчас я попрошу водить. Есть водичка какая-нибудь? Слушай, это самое... Я тебе еще что хочу сказать перед фокусом, что у меня есть для тебя кое-какой подарочек. Какой? Ну вот когда мы увидимся вживую, я тебе подарю. Я уверен, что он тебе понравится. Очень крутой подарочек. Мы тут кое-чем занимаемся. Но я тебе пока рассказывать не буду, иначе как бы сюрпризы не будет. Это какой-то невидимый, да, исчезающий подарок. Слушай, я на следующей неделе, наверное, буду в Москве. Если ты будешь в Москве, то это самое, я тебе его передам. Ну, звони, я буду в Москве. Так, ну что, фокус показать? Давай, давай, просим, просим. Так, сейчас я попробую, попробую. Смотри. У меня есть водичка. Все делаю вот у вас на глазах. Смотри внимательно, видно? Да, видно. Наливаю воду вот сюда. Видно? Смотри, все у вас на глаза. Если щелкнуть пальцы... Нет, и она пропадает. Так. Ну, это такая быстрая-быстрая импровизация. Подожди, а покажи, что на полу. Вот, сейчас посмотрю. Нет, ну как бы... Я не знаю, видно, не видно, ничего здесь. Нет мокрого. Только мои тапочки марвеловские. Нет, я тебе могу честное слово сказать, что я воду лил именно в стакан. Блин, круто. Как ты это делаешь, а? Блин, сам не понимаю. Так, ну ты расскажи, как, как. Что вот, что нового у тебя? Подписчикам всем интересно. Когда новая песня, новая передача. Я поняла. Подожди, тебе пишут, что в стакане салфетка. Нет. Давайте так. Если кто-то скажет правильный вариант, я скажу честно. В стакане не было салфетки. Вот кто первый догадается, с чем Юлиана выйдет в следующий эфир, короче. Давайте так сделаем. Губка? Честно, не губка. Честно, нет дырки. На самом деле, это не сложный фокус. Я не удивлюсь, если кто-то скажет правильный вариант. Но это точно не губка, точно не дырки и точно не салфетка. Второй стакан? Нет. Второй стакан? Нет, нет, только один стакан. Только один стакан. Привет. Привет, Андрей. Поздоровай. Привет, Андрей. Я не могу успокоиться с тех пор, как ты угадывал карты, которые... С тех пор, как ты сожрал стакан. Стакан сожрал, я пробовал несколько раз есть. Ничего, пару дней в больнице, рефилер этот вопрос. Все в порядке. Скажи мне, вот реально, ты же угадывал все карты, которые я вытаскиваю. Да, да, да. Было такое дело. Как? Шайтан. Я в следующий раз святую воду возьму для тебя. Андрюх, ну если ты захочешь, я научу тебя есть стакан. Я уже Щербакова один раз научил есть. А он выйдет в эфир, Щербаков, после этого? Нормально все с ним? Слушай, а ты не слышал, он у Дудя рассказывал про эту историю? Да, да, слышал. Слышал, да. Он съел же так, прям он взял, откусил и прям реально начал есть. Да. Кто-то пишет, что внутри что-то впитывающее, сухая вода. Так, нет, не сухая вода, не губка, не дырка. Второй стакан отогнут. Нет, один стакан был, там нет никакого второго стакана, нет половинки стакана. А как пить воду, бумага, мимо лил? Мимо лил? Нет, 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 это не сухая вода, нет. Ну, спамьте ему комментарии, и он, может быть, расскажет, если будет много комментариев, в чем секрет этого фокуса, да? Честно, честно. Ну, научи хоть чему-нибудь людей, чудовище. Блин. Чему научить-то, блин? На самом деле, а есть резиночки у нас? Вот могу фокус с резинками, он легкий, научить. Ну как, легкий? Давай, а то я уже подъезжаю. Сейчас, если мне быстренько принесут. Кстати, мне кажется, или у нас солнышко? Нет, мне кажется. А куда вы сейчас подъезжаете-то, хоть скажи? В Лужниках концерт Live and Drive, это когда люди подъезжают на машинах к сцене, как, знаешь, старые американские кинотеатры, настраивают определенную частоту на радио. Я пою на сцене, там экраны, нет вообще внешнего звука из порталов, и звук только у них из колонок в машине нету, нету, нету. Мне только что сказали, что нету. Не будет вообще внешнего звука. Слушай, а я прочитал вчера, представляешь, что Лужники будут сносить вроде. Да, как? Вышло такое? Вот только здесь. Вообще только отреставрировали все, ну, не реставрировали, реновации, как это называется. Только, да, отреновировали все. Ладно, смотри. Давай. Так, сейчас как-то комментарии. Надо комментарии убрать. Как они убираются? Убираются как-то комментарии. Это я, наверное, могу их убрать. Сейчас, секунду. Давай. Так, смотри, вот есть резиночка. Я покажу два способа. Это легкий фокус, я его усложнил. Вот если я резинку одену на эти два пальца, я могу вот так щелкнуть, и она перелетает. Так, сейчас еще раз покажу. Смотри, одеваю вот на эти два пальца резинку. Этой резинкой блокирую сверху. Вот так видно? Да. Чтобы эта резиночка сиреневая не могла пройти. Вот она на двух пальцах. Желтая резиночка заблокирована. Видно, да? Да, да, да. Смотри, смотри. Щелкаю пальцами, и она перескакивает. Круто? Да, круто. Так, давай научу. На самом деле, что я делаю? А, в обратную сторону тоже можно. На самом деле, когда я надеваю резинку, я вот с этой стороны вот так на все четыре пальца ее, видишь, надеваю. А, да. Но зритель этого не видит, а потом надо просто выпрямить пальцы, и она самостоятельно перескакивает. Ловкость рук и никакого мошенничества. Вот. Так что все подписчики могут пойти и сразу же так сделать, удивить своих родителей. Класс. Спасибо большое, Сашка. Давай, я подъехала. Все, пока-пока. Отключаю тебя, отключаюсь сама. Ребята, давайте спамьте Сашу, он вам про воду должен ответить. Все, пока-пока. Хорошего вечера. Пока-пока.